Вы хотите такое же красивое оформление группы, как у меня? А может быть не менее красивое оформление группы, как у Психо 19 Рост? А может быть вам вовсе нужна шапка на канале в YouTube? Тогда вам, ребят, прямиком в группу Sleeping Dails 10 Studio. Здесь низкие цены, быстрые сроки изготовления. Вам сюда, ссылочка под видео. Всем привет, дорогие друзья, рад вас приветствовать на своем канале. И с вами Виторган177. На обзоре у нас сегодня Митсубиши Паджеро, автором которой является Вячеслав Андреев. Этот автор как раз-таки у нас являлся не столь недавнего мода. Scania 620, R620, если мне память не изменяет. Вот, ну, единственное, что хотел бы сразу сказать, ссылочки под видео на этот автомобиль вы пока что не увидите. Обзор я делаю по просьбе автора. Ну, как бы, автор хотел бы посмотреть вообще реакцию людей на данный мод. Честно говоря, ну, не знаю, мне кажется, чтобы увидеть реакцию людей, наверное, стоило бы покататься непосредственно на этой машине. По обзору особо мало, ну, мало что можно сказать. И, конечно, когда ты непосредственно сам это все пощупаешь, обкатаешь, ну, будет, наверное, более интересно все это выявлять, какие-то либо косяки. Так, визуально, ребят, в целом, машинка сделана очень неплохо, сама модель очень симпатичная. Изначальное наложение текстур хорошее, но со спекуляром здесь какая-то беда. Спекуляр, то есть, это тот самый элемент, который отвечает за блеск на автомобиле. Как по мне, машина чрезмерно блестючая. Пообщавшись на эту тему с автором, вот, он сказал, что проблематично сделать в Spintaris нормальный цвет машины. То есть, вот это наложение хрома. Я не пойму, это что у нас, хром или серебристый металлик. Вот, ну, как по мне, вроде как, изначально, наверное, задумывалось серебристый металль. Вот, ну, какой-то прям чрезмерный блеск вот этот, он немножечко, честно говоря, как-то смущает. Вот, ну, в пасмурную погоду, в принципе, оно, блин, ну, в пасмурную погоду я не смогу сделать. У меня всегда солнце, крайне редко выпадает пасмурная погода. Даже ночью машина умудряется блестеть, очень сильно блестит. Просто, вот, я не знаю, если бы она была бы в реальной жизни в таком же состоянии блестючем, я так думаю. Можно было бы, как в зеркало, на нее смотреться. Но это, как бы, единственный недостаток, который был мною найден. Я, как бы, накануне уже на этой машине покатался. И выявил такую только вот проблему относительно спекуляра. То есть, вот этот блеск какой-то чрезмерно сильный. А в остальном, знаете, ребята, я косяков, в принципе, по машине не нашел. Присутствуют аддончики. Все, естественно, эти аддончики свои. Вот, и выглядит так, что в целом все очень даже неплохо. Ну, давайте, наверное, приступим непосредственно к традиционному обзору. А именно, начинаем мы с вида из кабины. Он здесь присутствует. Достаточно симпатичная панелька приборов. Все очень выглядит реалистично. Присутствует анимация руля. Отсутствуют, в принципе, вот сами по себе какие-либо стрелки на панели приборов. Ну, не критично. Вот, я думаю, опять же, это в процессе доработки можно все сделать. Если это вообще принципиально важно. Хотя, ездя даже с видом из кабины, мне кажется, это не чрезмерно нужно. Вот эта вот анимация. Смотрим обычно на дорогу. Ну, все-таки какая-то вот имитация хотя бы, ну, рисунки там, я не знаю, какие-то спидометра там, какие-то стрелочки там, стоящие на месте, были бы уже, в принципе, симпатичны. Смотрелись бы. Вот. А если бы их еще немножечко, как говорится, анимировать, эти стрелки, ну, это, наверное, было бы вообще, наверное, что-то такое запредельно желаемое. Вот. Ну, тоже было бы классно, когда вот едешь, и они там что-то трясутся, все эти стрелки. Видел я ранее на каком-то моде. Смотрится на самом деле классно. Вот. Ну, это как бы на заметку автора, не знаю, решать, конечно, в конечном результате ему. Значит, еще раз напоминаю, ребята, по результатам, я так думаю, отзывы по этой машине будет решено автором как бы опубликовывать ее в общий доступ или же все-таки оставить у себя. Я не знаю конкретно, что хочет автор, просто попросил сделать обзор. Я любезно согласился. Вот. Ну, ладно, давайте приступим, наверное. Заведем машину. Изначально звук двигателя у нас здесь как бы свой, но на холостых оборотах, я так предполагаю, это у нас звук от УАЗа. Может быть, вам плохо слышно, давайте эксперименты ради, я как бы выкручу звук. Вот. Ну, это звук от УАЗа. Возвращаю ползунок на место, потому что, когда будем ездить при подгазовке, будет это несколько все громко. Ну, и при заглушении машины у нас тоже, по-моему, это звук от УАЗа. Да, УАЗовский звук двигателя. Вот. Ну, заводится вроде как свой звук. Ну, и когда газуешь, тоже свой звук. То есть, холостые от УАЗа получаются, и когда глушим машину, тоже как вот, а вот УАЗа, а так, в принципе, заводится. И газуешь когда, то здесь у нас свой звук. Работа светотехники. Давайте включим ночь. Посмотрим, что у нас будет при этом гореть. Ну, горят у нас габаритики, ребят, в фарах. Сзади у нас что горит? Также горят, ребят, габариты. Работают стопари. Не работает пятый стоп-сигнал. Вот это, я так предполагаю, который держит у нас запаску. Здесь, я так думаю, это стоп-сигнал, по идее, тоже должен гореть, но не горит. Вот. Включаем заднюю передачу. Задний ход у нас тоже светится. Здесь как бы без каких-либо проблем. Всё работает хорошо. Ну, и зажигаем, собственно говоря, головное освещение. Включаются у нас фары. Включаются также, по-моему, туманки. Да, по-моему, именно так оно и есть. Надо отъехать немножечко подальше от локации гаража, потому что вот эти вот фонари, которые светят с домика, они немножечко искажают картину. Ну, в целом смотрится очень даже неплохо. На самом деле, красиво светит всё. Очень классно. Так, ладно, включаем день, выключаем фары. Флаксон от легковой машины. Всё как положено. Вот. Ну, и давайте, наверное, приступим к аддонам. Приступим с вами к аддонам. Для того, чтобы их напяливать, ребят, я сразу, с вашего позволения, перемещусь на локацию лесоповала. Здесь у нас машинки грузятся. Хотя, вы знаете, наверное, нам придётся немножечко позаморачиваться в плане погрузки. Давайте я даже вот сюда вот встану. Вот. Таким вот макаром. Значит, открываем с вами гараж и смотрим, что у нас здесь есть. Сразу предупреждаю. Но по комплектам колёс у нас ничего нет. То есть, он один-единственный, который на машине стоит. Ну вот. Но также присутствует у нас, получается, шесть своих аддонов. По точкам зацепа пользуюсь случаем. Демонстрирую. Две точки зацепа у нас спереди. Ну вот. И одна, я так предполагаю, да. Одна точка зацепа, ребят, у нас сзади. Вот. Ну, всё достаточно очень даже так реалистично. Обычно так оно и есть вроде бы. Хотя, фиг его знает. Обычно в бампере вот такое вот одно отверстие, закрывушечка такая, и туда у нас эта петля вкручивается. Вообще, одна точка зацепа должна быть, насколько мне известно. Вот. Ну, ладно. Как бы здесь у нас, наверное, приближено к дефолту. На дефолтах у нас зачастую две точки зацепа, за исключением 255-го. Там у нас одна, один зацеп идёт. Вот. А так, в целом, ну, так оно и обычно на дефолте и бывает, что две точки зацепа. В принципе, от этого модель хуже не становится. Но так и реалистичности ради, то можно было бы, конечно, сделать одну точку зацепа. Так-то я даже, честно говоря, ничего не вижу, чтобы здесь были какие-то крышечки. Здесь ничего на текстурах нет подобного. Вот. Ну, это как бы не критично, но... Тем не менее. Вот. Ладно. Поехали далее. По аддонам, значит. Что у нас интересного? Первым делом у нас с вами устанавливается... Мы думаем... Как же это правильно почитать-то? Bans PS Cep. Да. Вот. Сзади у нас... Это а-ля фарков, ребят, у нас. А-ля фарков. Дальше это что? Это... Пожирокин. Пожирокин? А для установки Пожирокина? А! Это у нас... Пож... Пожий Хэлла. Это у нас... Вот. Да. Это у нас туманки. Хэлловские устанавливаются. Для их установки нам нужно установить... Вот такой аддон Пожирокин. Хэ-хэ. Вот. В виде кенгурина. Устанавливаем его, да? Вот. И потом мы можем с вами установить... То есть, в принципе, здесь уже... При установке данного аддона уже есть туманки. Вот они, они стоят. Туманки вот эти здоровые. Но вот так же их можно закрыть. Установив следующий аддон. Вот этот... По Джи Хэлла. Вот. Этот уже аддон нам ничего не дает. Просто такие как бы... Закрывушки на эти туманки. Ну, кстати, интересное решение сделать именно так. Кстати, вчера пока обкатывал, не обратил на это внимания. Думаю, что это такое, блин? Как бы крутил, вертел машину. Думаю, что ж куда-то... Что тут поставилось-то, блин? А потом вот сейчас вот только до меня дошло, что это у нас заглушки ставятся. Вот эти закрывушки на противотуманные фары. Ладно, снимаем это. Снимаем вот это. Дальше у нас идет прицеп... Курган. Два очка гаража он нам дает. И еще плюс ко всему, ребят, насколько мне известно, его можно загрузить. Но для погрузки нам нужно воспользоваться краном-манипулятором. Ну, единственное, наверное, решение, правильное решение воспользоваться краном-манипулятором... Это заспавнить Урал-43-20 и, собственно говоря, погрузить с помощью него бревна. Так, ну... Да я могу и свой Урал заспавнить. Как бы это горе не беда. Так, 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 опора для крана, платформа с краном. Так, вперед надо проехать немножечко. Так, стрела. По-моему, там надо четыре коротких бревна. Я вчера скидывал брус и выпадало вроде бы четыре коротких бревна. Так, опускаем манипулятор, цепляем, поднимаем, спавним еще. Подкорректируем немножко бревнышки. И сейчас попробуем четыре сразу захватить. Ага, хрен на руль. Так, не судьба. Давайте дубль два. Ну, не, обычно-то вроде цепляется хорошо. Так, давайте попробуем еще раз. Вроде бы захватил. Попробуем погрузить. Не помню, где здесь точки зацепа будут. Блин, сейчас я чувствую, я намучаюсь. Ну, я как бы хотел бы просто, ребят, вам продемонстрировать погрузку в режиме симулятор. Это, я считаю, неотъемлемая часть для любого мода. Куда бревно укатилось, зараза такая. Давайте подберем, попробуем, по крайней мере. Блин, конечно, вот из-за этого обзорчик может получиться несколько длиннее, чем я планировал. Ну, ладно. Машинка-то в целом неплохая, поэтому, я думаю, не проблема. Ну, через четыре бревна достаточно тяжело положить здесь, на самом деле. Прямо, чтобы они не укатились, вот как раз-таки, очень тяжело. Так, ну, вроде как бы так, да? Ну, наверное, так. О, получилось, неужели. Так, пересаживаемся в паджерик. Попробуем загрузиться. О, получилось, смотрите-ка, нифига себе. Готов погрузки. Еще два очка погрузки, ребят, у нас получается. Мало того, что два очка гаража, ребят, у нас, так еще, плюс ко всему, два очка погрузки. Собственный груз. Здесь стоит какой-то токарный станок. Реально, токарный станок, что-то не советских времен. Не знаю, какие сейчас, но в советское время именно вот такие вот токарные станки были. Также стоит здесь какой-то компрессор. Вот. Ну, в принципе, очень симпотно все смотрится. И плюс ко всему, ребят, у нас здесь присутствует открытие борта. Вот. Присутствует также еще у нас, ребят, анимация груза в прицепе. То есть он у нас там болтается, но не вываливается. Я вчера долго старался, чтобы он вывалился. Но нет, он не вываливается. Вот он хоть там и болтается, но он, видите, он катается там сюда, 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 но он не вываливается. Вот. Ну, так-то, в принципе, прикольно. Но учитывая тот факт, что насколько тяжелый вот этот может быть вообще токарный станок. Вот. Да и, в принципе, вот этот компрессор, он тоже, ребят, на самом деле нелегкий. Ну, если бы вот так вот станок бы там шатался бы из стороны в сторону, прицеп бы просто этот развалился бы в хлам. Просто в хлам бы развалился, но здесь как бы с этим все в порядке. Вот. Прицеп не разваливается. Ну, блин, ну, по идее, дал, должен был развалиться. А так, в целом, очень даже неплохо выглядит. Достаточно интересная машинка. Вот я люблю вот такие вот, такого рода эксперименты. Своим грузом и так далее, и тому подобное. Так, ну и следующий аддон, ребят, тоже в виде прицепчика у нас сейчас будет. Поэтому возвращаемся мы с вами, собственно говоря. Так, наверное, проще будет его отцепить. Где там гараж-то у нас появился? А вот. Проще будет его отцепить и прицепить уже другой прицеп. Отцепляем. Здесь у нас... Это, по-моему... А, это у нас устанавливается бокс на крышу. Тоже достаточно такой функциональный аддон. Емкость цистерны 60 литров, 800 ремонтных очков и 2 очка гаража. То есть, в принципе, ребят, установив вот этот бокс, потом установив вот данный прицеп, вы можете смело открывать гараж. И еще плюс ко всему, вы можете ввести 2 очка для пилорамы. Очень функционально, конечно, если учитывать то, что мы на грузовиках используем для того, чтобы открыть гараж. И то, что используется здесь, конечно, это некоторое такое кочунство. Но также не нужно забывать, что это все-таки внедорожник. И проехать так же легко, как на грузовике, в тех или иных грязевых местах на картах, будет не так уж и просто. Естественно, мы прокатимся. Я вам продемонстрирую проходимость этой машины. Достаточно все очень реалистично сделано. Поэтому вот это присутствие такого количества очков ремонта топлива и гаражных частей, оно вполне оправданно. Потому что если сделать там одну очку гаража, вы, знаете, замучаетесь ездить. И поэтому, наверное, собственно говоря, автором и было решено сделать именно вот так. Ну и последний аддон, ребят, у нас идет. Это вот такой вот прицеп. Единственное, конечно, загрузить его не так уж и просто. Не так уж и просто его загрузить. По той простой причине, что нам нужно вон туда запихнуть бревна. Я не знаю, ей присутствует ли какое-либо ЦДТ у нас. Так, кстати, функционал, да, тоже? А что это такое? А, опора, вот, опускается, парковочная опора. Вот она опускается, типа мы ее как будто крутим. И вот она поднимается. Ага, понятно. Я тоже вчера не мог понять, что это такое. Теперь понял. Вот, и также открывается, ребят, у нас здесь борт. И, само собой, разумеется, еще и грузится свой груз. Но вчера, правда, я погрузил всего-навсего. Ну, то есть, погрузил-то я в автоматическом режиме, разгрузил. У меня выпало там не 4 коротких бревна, а 3. Ну, ладно, я погружу 4, как бы лишним не будет, я так предполагаю. Вот, давайте воспользуемся, опять же, автономным краном для погрузки. Вот мне просто интересно, вообще реально это туда засунуть будет или нет. Так, спавним бревнышки. А, гараж у меня включен, но это не нужен. Так, спавним бревнышки и пользуемся краном-манипулятором для погрузки. Да что ж такое-то, господи. Камера это что-то такое, вечно портящая атмосферу в этой игре. Но я, на самом деле, уже давним-давно привыкну, но все равно меня это... Так, а если я разверну так, а то есть мне надо вот в эту сторону тогда, да, вроде как получается. Надо за эту часть хватить даже. А может быть... Нет, сделаю следующее. Сначала... Вот по два бревна буду грузить, короче, черпу с ним. Давайте тогда вот так вот это сделаю. Возьму за кончики прям. И постараюсь туда запхать эти бревна. Так. Просто безумно, на самом деле, интересно. Да, ЦДТ на крыше самой машины присутствует. Вот, вот так как-то, да, получается? Надо записывать. Нифига себе, у меня талант, ребят, смотри, как у меня это прикольно. Получилось. Блин, чуть прицеп не оторвал у машины. Так, ну, двух бревен, наверное, будет мало. Давайте проверим на всякий случай. Мне просто интересно. Да, нужно еще одно. Три бревна, ребят, нужно. Ну, я не знаю, я обычно гружусь парами. Вот, поэтому три бревна это ни о чем. Сейчас еще два возьму. Хотя я могу подобрать одно бревно. Опять за хвостик где-нибудь здесь вот его зацеплю. Блин, да проще с козла, наверное, два опять взял. Да, потому что они здесь рядом лежат. О, не, одно... Ать, зараза такая. Не, в баню, ребят, даже заморачиваться не стану. Давайте-ка я лучше два бревна на козле заспавню. Вот так вот. И опять за конечки возьму. И попробую таким же макаром, ребят, их туда засунуть. Так. Ага. Мега. Вот таким вот образом. Ой, и не туда. Да. Так, немножечко тут корректировать. На себя можно взять даже. Ать. Никуда. Так, ну вроде бы вот так. Да? Как бы так. Давайте пересядем в машину опять же. Попробуем погрузиться. Да, вот, погрузились. Смотрите, в режиме симулятора. То есть вполне реально загрузиться данными... Данным своим грузом. Вот. Вот вполне все это адекватно делается. Также на прицепах, ребят, присутствуют точки зацепа. Работают, кстати, стопори на прицепе. Задний ход работает. Ну-ка, а ночью что, даже габариты наверх горят? Ну-ка. А от габаритов... Хотя нет, габариты тоже горят. Да, светится немножечко. Ну вот. Ну, вот в таком исполнении, вот так вот у нас это все грузится в режиме симулятора, ребят, я считаю, очень хорошо. Очень хорошо, потому что зачастую, если у нас присутствует свой груз, буду даже на примере брать не так давно вышедший в свет Hammer H3. Черненький такой. В группу даже его добавлял. Вот. Там косяк. Реально косяк. Груз, свой груз грузится на крышу. Почему бы туда не положить каких-нибудь там... Два бревна сделать, да? И чтобы в режиме симулятора можно было погрузиться, положив эти бревна на крышу. К сожалению, этого сделать нельзя. Здесь же, ребят, все очень классно сделано в этом плане. Вы можете погрузиться собственным грузом. Вот. И ехать там куда угодно. То есть в режиме симулятор. Лично я аркаду вообще не переношу. Аркадным режимом я пользуюсь только для обзора карт. Прохождение только в режиме симулятор. Вот. Ну ладно. Давайте я сниму, пожалуй, этот прицеп, ребят. Устанавливаю такой прицепчик попроще. Вот этот первый, который мы с вами тестировали. И попробуем загрузиться с вами на локации лесоповала в автоматическом режиме. Так, загружаемся. И поехали покатаемся. Посмотрим, что у него здесь на этой машине попро... А, ходи, мастеем. Погнали. Не, ну конечно, что-то как-то переборщил автор с этим стакарным станком. Мне кажется, можно было бы какой-нибудь другой груз выбрать. Но всё равно. Огромное спасибо за свой груз. Это чрезмерно радует. А так, в целом, очень даже неплохой недорожник. Сейчас посмотрим, как он себя поведёт в грязи, в болоте, в броде. Я думаю, мы с вами ещё накатаемся на этой машине. И посмотрим на её поведение в тех или иных хардкорных местах на этом полигоне. Давайте попробуем на повышенной. Ребят, здесь такое достаточно вязкое болото у нас с вами. Поэтому я фигу узнаю, проедем мы вообще здесь или не проедем. Блин, ещё и палки валяются. Так что очень шеет. Ай, всё, застрял. Повис я на брюхе, ребят. На этих палках. Ну, палки, конечно, это просто это... Для грузовиков-то они достаточно коварны. Ну, что уж говорить, я помню про недорожники. Давайте вот сюда возьмём немножечко левее. Если я сейчас здесь засандалюсь, то это будет всё трындето. Сцепляться не за что. Давай, давай, вытягивай, родной, на пониженной. Ну, очень неплохо, да. Вот, вот я сможете сами наблюдать. Болото здесь достаточно такое фартфорное. Вот, но тем не менее, машина едет. И едет достаточно уверенно. Правда, видно, что тяжко. Но нужно всё-таки отдавать должное, ребят. То, что мы всё-таки здесь везём два очка гаража. Вот, ещё загрузились на два очка. То есть вполне очень даже неплохо всё. Так, брод. Тоже здесь грязи, ребят, хватает в этом броде. Так что нужно отдавать должное. Так, отлично. Опять же, ребят, смотрите, проехали. Я, честно говоря, безумно удивлён. Реально удивлён, потому что мы здесь проехали. Приятно. Давайте здесь проедемся. Уедем сейчас с вами в лес. Вау, фига тут древтима, как эти. Ух ты, как бодро он поднимается. Обалдеть. Вот это, да, на автомате. Блин, я думал, сейчас мы здесь буксовать будем до посинения. Нифига подобного. Проехали. Блин, я хотел вообще вот здесь повернуть. Пайроеду я здесь, интересно. Не поеду, да что ж, я врезаюсь-то вечно. Не поеду я по той дороге наверх. Давайте вот здесь мы с вами пролезем. По грязучке. Ну, очень-очень неплохо едется, ребят, на самом деле. Я не знаю, конечно, выводы делать вам, потому что... Все-таки обзор я делаю именно для вас. Не так, как для себя. Вот. В заключение я, конечно, дам этой машине в коеточном результате. Но судить все равно вам. Потому что вот напрямую только от вас будет зависеть, я так предполагаю, выйдет ли эта машина в свет или нет. Или же она такая останется у автора. Поэтому, ребят, собственно говоря, комментируйте. Желательно комментировать в моей группе. Вот. Ну, если вы будете комментировать на моем канале, я просто не знаю, увидит ли это автор. Но ВКонтакте он точно прочитает комменты, да? Вот. А вот относительно на канале, увидеть он или нет эти комментарии, я не знаю. Ну, на пониженный едет, но крайне медленно. Прямо вот постоянно у него колеса проворачиваются. После посещения воды машина вообще писяц как начинает блестеть. Нет, со спекуляром здесь что-то надо делать. Ну, я не думаю, что прям вот ничего нельзя сделать с этим блеском. Все почему-то делают, почему здесь нельзя сделать. Просто-напросто, мне кажется, здесь дело-то даже... Я не знаю. Я не вправе браться за это. Мне кажется, если удалить в чертовой бабушке вообще спекуляр с этой машины, вот здесь вот на этих, допустим, антонах, вот спекуляр вообще отсутствует. То есть блеска у этих грузов вообще нет. Что не у токарного станка, что не у компрессора. Хотя у компрессора это я не помню. Мне компрессор вдруг не блестит или нет? Нет, не блестит. Давайте здесь вот так вот по бережку я проеду, потому что очень проблематично я чувствую, что будет нам проехать посередине. Едется просто очень медленно. Ускорим, так скажем, процесс вот такой вот таким вот макаром. Вау, писаться бы, не шмякнуться бы. Ну, бежит неплохо, достаточно бодренько. Коварный мостик, проехали. Знаете, ну вот по этому маршруту я зачастую ездию на тракторах. Вот этот мостик вечереват для тракторов порой бывает. Так, давайте здесь теперь грязь поменьше. Ой, на чем-то это надамажилось. На камушке, что ли? Офигеть. Не, неплохой агрегат. Реально, ребят, я не знаю, нравится ли вам или нет. Любите ли вообще вы эти машины, как бы такие вот внедорожники в игре. Это как бы уже на вкус и цвет, вы знаете. Кому-то нравится, кому-то нет. Вот. Ну, я, честно говоря, нейтрально достаточно отношусь к внедорожникам в игре Spin Tires. Бывают классные внедорожники, свидетельства того, что недавно вышедшая модель от Rony, это Dacia Duster. Вот. Честно говоря, мне модель нравится. Вот это вот что-то типа того же, тоже, знаете ли. Тоже присутствуют прицепчики, присутствуют грузы. Вот. То есть вполне очень даже играбельная машина. Интересная, красивая. Ну, со спекуляром здесь надо что-то делать. Потому что это никуда не годится. Такой блеск. Так, очередной брод. Ну, вот этот брод, ребят, по-моему, по-хардкорнее у нас будет. Да, что-то мы даже проехать здесь не можем. И что делать? Что, машину какую-то создавать, чтобы его отсюда вытащить? Ну, давайте опять же создам свою машину. Которая находится в процессе доработки. Жду, не дождусь, один аддон. Благодаря которому, собственно говоря, машина будет в свет. Пока его не будет, с машиной в свете тоже не будет. Вот таким вот макаром, наверное, в реале жизни машины переправляются через брод. Так, поехали обратно. То есть поехали теперь опять на Mitsubishi. Посмотрим, что она нам продемонстрирует в других каких-то местах. Не, ну то, что груз анимирован, это, конечно, классно. Но что он так лупит борты, это, вы знаете, одного удара будет достаточно для того, чтобы этот токарный станок вылетел к чертовой бабушке отсюда. Так, куда ехать я не буду. Давайте, по-моему, сюда. Дерево. Ух ты, 100 урона снял. Сцепился я все-таки. Не вовремя я за руль пересеку. Но при развитии большой скорости у нас камера отдаляется назад. И получается, мы смотрим в затылок водителя. Это как бы не совсем хорошо. Но это как бы недочет самой игры, нежели мода. Как-то себе здесь пропрыгал, как в Сайгар просто. Так, и куда я здесь, получается, выехал. Вот такая скорость размил. Ой, прицеп там колбасит вообще по страшному. Так, где-то горочка, так скажем, по... По-по-по-по-по-по-по. Не такая коварная. Ну, наверное, вот эта, да. Левая. Ну, по асфальту очень бодро бежит. Даже несмотря на то, что мы в горку ползем. Еще и с грузом. С двумя очками гаража. Ай, скорость теряется. Теряется скорость. И мы все еще едем на автомате. Шестая передача. Нормально поднялся все. Вот под конец все, вот на первую приключился. Но я думаю, мы все равно покорим эту гору. Как бы там тяжело нам не было. Да, покорили. Отлично, молодцы. И с этой стороны давайте мы теперь спустимся. Только надо спускаться как-нибудь поаккуратней, что ли. А, здесь нормально такая пологая гора достаточно. Я думаю, мы далеко не уедем. Ох, ох, ох. Несет прицеп. Главное не перестараться. Вау. Вот эта скорость. Ой, никуда поехал. Ох, тормоза какие хорошие, а. Схватился как мертвый буквально. Ну, я не знаю, гонять ли эту машину по автодрому. Ну, как бы традиция, традиция. Давайте не будем ее нарушать. Прокатимся по автодрому. Вот. Ну, предупреждаю сразу. Автодром вообще сделан под грузовики. Вот. Поэтому, если что-то здесь будет не так, то сейчас ваккурат, по идее, этот станок должен был оказаться как минимум в багажнике машины. Хе-хе-хе. Кстати, здесь вот еще... А, нет, ого. Нет, ничего. Ошибаюсь. Так, давайте опустим. А, здесь нет, кстати, вот этой штуки, которая опускается. То есть, просто отцепить. Эть. Смотрите, его перевешивает. Эть. А если обратно прицепить, рецептится? Да, прицепляется. Ладно, поехали, прокатимся по полигону. Ох, ешки-матрешки. Ну, я говорю, этот полигон, конечно, не под джипы. Это под грузовики полигон заточен. Ну, единственное, могу, да, посмотреть, работает способность подвески. Если получится. Блин, ну, здесь хрен чего увидишь, на самом деле. Все очень хорошо заныкано. Ну, присутствует двигатель под капотом. Это уже хорошо. Ну, вот как-то вот так. Я не знаю. Посмотреть, если только можно работать способность подвески. Ну, анимирована подвеска. Да, я даже здесь вижу, что она анимирована. И мы застряли еще плюс-то сильно. А, мы на ручнике, да? А, ну, бывает, что. Так, ну, сюда, по-моему, вообще, наверное, бред залазить. Ну, на первую ступеньку, понятное дело, залезли. А вторая ступенька просто как стена для этой машины. Без вариантов, короче. Я, честно говоря, и на первую ступеньку, я же не думал, что вообще мы залезем. Ну, ладно. Залезли вообще даже хорошо. Так, полет на фшиши, да мы берем на скорости. Вау, реально полет был. Нырок в нырок. Ну, достаточно туговато. Но проехал, молодец. ЗМЕЙКА ЗМЕЙКА, ЗМЕЙКА, ЗМЕЙКА На повышенной передаче, ребят. Достаточно повышенная такая у нас, тихоходная. И, можно сказать, без сброса газа можно ее проехать. Я что-то как-то немножечко локупнулся. Вот. Не вовремя начал по рулем крутить. Да, ёк, он говорит, что ж что-нибудь такое-то, а? Аж заглох бедняга. Ну, параллельная парковка, я думаю, здесь всем все понятно. Здесь места для трех таких Паджира хватит, чтобы сюда вписаться. Не вижу смысла дальше продолжать парковаться. Ну, автодром, ребят. Ну, он здесь грузовики, в принципе, везде вписываются, да. Дефолтные. Вот. Ну, и преимущественное количество модов здесь везде вписывается. Что ж, сейчас говорить про Паджирик, как бы, да. Естественно, он тоже здесь везде влезет, пролезет, проедет и так далее. Вот. Ну, тем не менее. Как бы традиция есть традиция. Не люблю это нарушать. Присутствует определенный какой-то маршрут, все-таки по автодромам. Что ж от него уходить, от этого маршрута. Честно говоря, мне нравится кататься еще на этой машине. Признаюсь вам честно, ну, что ж такое, я опять снова протаранил. Ай, какой-то кошмар просто сегодня по урону. Само собой, разумеется, в граничном пространстве. Мы тоже с вами пролезли. Подвеска мне нравится очень, как здесь работает. Да и в целом машина, короче, обалденная, ребята. Даже если что-то будет автором решено в пользу невыкладывания, я не знаю. Это будет, наверное, все-таки неправильно по отношению к тем, кто смотрит этот обзор и будет действительно ждать эту модель. Обязательно я вас проинформирую в своей группе, вот, относительно того, что будет этот мод все-таки в общем доступе или не будет. Вот, обязательно. В любом случае, независимо от решения автора, то есть, что он мне скажет, собственно говоря, то я и... Будь то положительный ответ, либо отрицательный. В любом случае, я вас проинформирую. Ну и полоса разгона у нас, ребят, напоследок остается. Давайте мы по ней проедемся. Единственное, я думаю, может быть, не делать краш-тест. Краш-тест, наверное, я делать не буду. Или сделать... Да нет, наверное, сделаю. Опять же, что ж нарушать традиции-то, да? Блин, ну на этих текстурах вообще ни болта не видно, что там по спидометру у нас выпало. Вот так вот, под таким ракурсом что-то начинает просвечиваться. Ого, 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 полтинничек, ребят, уже. 50 километров в час. Вот теперь я уже ничего не вижу. 53 и хрен десятых. 53, 54. 54, и шесть десятых, по-моему, было. Блин, ну не видно ни черта. Вообще ничего не вижу. Как вот ни крути. А если видность кабины сделает? Ого, тоже ничего не видно. Несемся, как угорелые. 62, что ли, или 52? А, 53, 54. 54, две десятых. Ну, как бы это предел, я так предполагаю, для этой машины. Та-дам! Прикольно. Так. 393, и шестиста. 73, 10. 457, и тысячи. Ну, в принципе, все живые, все здоровые. Не сильно повредились. Вот. Не буду себя ограничивать этим маршрутом. Как бы здесь, по традиции, я обычно заканчиваю. В этот же раз я закончу, пожалуй, в том же месте, где и начал. Давайте еще вот по этой прямой асфальтированной дороге проедем. Может быть, еще какие-то показатели по скорости он выдаст. В чем я, в принципе, сомневаюсь. 53. И 54, две десятых, да, по-моему, я говорил. 54, одна десятая промелькнула. Не, ну скорость в целом неплохая, ребят. Если у вас не установлены волшебные файлы Spintires Plus с определенными настройками, где урон не будет наноситься при достижении скорости 50 км в час, то здесь вы уже будете получать урон. Я думаю, многим известно, если скорость в игре Spintires превышает 50 км в час, вы начинаете получать урон. Бегает, вот, на половину лужи буквально залетел, а не доехал. Хе-хе-хе, но тем не менее. В целом моделька неплохая, ребят, очень неплохая. Так что я думаю, многим она будет востребована, если действительно она появится в свободном доступе. Так что все, ребят, зависит от вас, от ваших комментариев. Еще раз повторюсь, ну вот, собственно говоря, я вернулся, да, узнаете машину, да. Вот, стоящая, которая нас здесь загружала изначально. Вот. Круголя сделал такое, нехилый, поэтому я думаю, на основании этого, ну, комментарии будет писать, ну, будет на основании чего эти вообще комментарии писать, потому что если бы я там прокатился, вот здесь кружочек дал бы, я с ним хрен там не особо ничего не скажешь. А вот после достаточно такого длительного обзора, специально катался долго, чтобы вы смогли выявить какие-либо проблемы, я, конечно, прекрасно понимаю, что взирая на обзор, многого не скажешь, надо самому кататься. Вот. Но, тем не менее, что сможете сказать, скажите. Желательно это сделать, прокомментировать в моей группе, потому что все-таки там, вот, 100% автор прочитает, и, собственно говоря, сделает выводы по выпуску этой модели. На этом я заканчиваю, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Виторган-177. По поводу приобретения и скачивания данного мода, я думаю, всем все понятно. Всем большое спасибо и всем пока.